Всем привет, с вами Евгений Вич, вы на канале RedArmy Airsoft и сегодня мы будем смотреть на новинку от компании VARTEK чехол для плит гранит с молли стропами и системы быстрого сброса SBS. В целом новый плитник очень похож на уже известный многим LBS. Отличие заключается только в наличии системы быстрого сброса, которая при повседневном ношении позволяет более удобным и быстрым способом снимать и надевать жилет, ну или в случае необходимости полностью быстро его сбросить. Чехол предназначен для размещения плит гранит второго и третьего размера. Лично я установил плиты второго размера. Внутри отсеков плиты фиксируются с помощью 50 миллиметровой стропы на велкро и дополнительным клапаном снизу. Места в отсеке достаточно для размещения дополнительного слоя мягкой брони. Если носить оригинальные плиты или габаритные жесткие копии плит вы не хотите, рекомендую вырезать плиты из пенки. Совсем без наполнителя плитник будет висеть и носить его будет неудобно. Форм-фактор плит гранит я считаю более удобным по сравнению с сапи, просто потому что гранит совершенно не мешает движению руками и можно свободно упирать приклад в плечо, не задевая плиту. На внутренней стороне грудной и спиной части есть широкие велкро панели для крепления климатических амортизационных подпор, ну или в случае страйкбольного использования климатических подушек. На спиной части есть дополнительный отсек, который позволяет получить доступ к регулировке по ширине. Система регулировки простая. Размещаете камербенты так, как вам удобно и крепите все это прорезиненным шнуром. Процесс регулировки не самый быстрый, но простой и понятный. В камербендах есть отсеки для установки боковой противоосколочной брони и подсумки для магазина или рации. Я попробовал в этот подсумок запихать пистолет, мой ХК-45 не вошел, а вот объемная цифровая рация вошла. Лямки с возможностью регулировки положения жилета по высоте. Для того, чтобы отрегулировать лямку, раскрываем смягчающую манжету, утягиваем или расслабляем лямку, так как вам удобно, загибаем лишний конец лямки под манжету и закрываем манжету. Изначально лямки рассчитаны на очень крупного человека и мне при моем весе 82 килограмма и росте 1,79 метра пришлось достаточно сильно ее загибать. Я даже думаю, что после подгонки жилета под себя стоит обрезать лишнюю часть этой лямки и подшить. Кстати, манжеты на лямках можно использовать для крепления оружейного ремня. Это немного разгрузит ваши плечи от веса оружия. Что касается крепления подсумков, на передней и задней панели есть молли-стропы. На брюшной части три ряда по шесть ячеек молли, которые позволяют разместить три полноценных подсумка под магазины. На груди есть еще три ряда по три ячейки. Сюда можно разместить административный подсумок, подсумки под гранаты или пистолетные подсумки. На спине есть четыре ряда по шесть ячеек плюс два ряда по три ячейки. Это позволяет крепить сюда чехлы для гидратора, тактические рюкзаки и другие необходимые подсумки. На камербенде также есть ячейки молли. В моем случае получилось три ряда по семь ячеек. Если вы покрупнее, то можете получить до девяти ячеек. В моем случае две ячейки прячутся под задним клапаном. На спине есть эвакуационная петля. Кстати, удобная штуковина, если вы работаете группой со щитом. За нее можно держаться во время перемещений, чтобы контролировать дистанцию и эти самые перемещения. Вытаскивать за нее раненого товарища наверняка тоже можно, но в страйкболе такой функционал на моем опыте ни разу не пригодился. Велкро панели на груди и спине очень удобная штука. На груди понятно, тут вы разместите свои любимые патчи с телочками. А вот велкро на спине полезно, чтобы разместить свой позывной. Чтобы сокомандники даже со спины понимали, кто именно впереди. Когда в команде есть хотя бы какое-то единообразие формы и снаряжения, эта штука актуальна. А теперь о самом интересном, о системе быстрого сброса и новомодных защелках ROC. По моему скромному мнению, такая система имеет как свои плюсы, так и свои минусы. С плюсами понятно. Жилет можно снять, отстегнув одним движением одну боковую застежку и скинув жилет с шеи. Или полностью скинув жилет вниз, отстегнув три крепления. Снимать и надевать на себе жилет просто и удобно. Кто пользовался плитниками с креплением камербенда на велкро под клапаном на брюшной части, знают, что при использовании магазинов АК серии, единственный способ снять плитник, это вначале достать из подсумков на брюхе магазины и только потом отстегнуть панель с велкро. В данном случае можно надевать и снимать броню, не доставая магазины из подсумков. Минусы тоже есть. Если вы играете с одним и тем же снаряжением в одной и той же форме, нет никаких проблем. Но вот если вы один и тот же плитник собираетесь использовать как с боевой рубахой, так и с утепляющими слоями или курткой, то будет не так удобно. Вам придется каждый раз настраивать объем камербенда под объем одежды, которую вы носите. Причем минимальный шаг регулировки одна ячейка молли. Простыми словами, бегаете в одной боевой рубахе. Плитник настроен ровно под этот объем. Надеваете сверху флиску и куртку. Плитник становится тесноват. Вам придется открывать задний клапан, расслаблять резинку, все заново перешнуровывать и затягивать. Это занимает какое-то время. В случае со стандартным креплением с клапаном на велкро на брюхе можно быстро делать регулировки, чуть меньше заправляя камербенд под клапан. Еще к минусам данной системы можно отнести пластиковые детали на плечах. Не знаю, как у вас, но у меня при нормальной вкладке приклад упирается в эти самые пластиковые детали. С некоторыми типами прикладов это может вызвать некий дискомфорт. Пару слов про материалы и качество пошива. Материал изготовления ткани нейлон плотностью 500D с пропиткой от влаги и икарий миссии. Производство Корея. В моем случае нейлон в расцветке мультикам. Рисунок ткани издалека похож на оригинальный, но все-таки отличается. Стропы отечественного производства в расцветке мультикам. Благодаря использованию нейлона 500D и достаточно простой конструкции вес всего плитника без плит составляет всего 1 кг, что является несомненным плюсом, особенно для страйкбола. Традиционно для Vortex сшито все до тошноты аккуратно и ровно. Швы ровные, лишние концы ниток подрезаны. Стропы прошиты с помощью закрепочной машины. Даже придраться не к чему. Цена на SBS из ткани в расцветке мультикам составляет 8200 рублей. Однотонная расцветка стоит на 200 рублей дешевле. Ссылку я оставил в описании. Ваше мнение по поводу нового плитника и системы быстрого сброса предлагаю оставлять в комментариях. Если видео вам зашло, ставьте уверенный палец вверх. С вами был Евгеньевич. До скорого!